Кто-то из остереографов нумизматики конца 19-го столетия, говоря о денежных подделках, горестно пошутил, что деньги изобрели, конечно, раньше, чем возник этот грязный промысел, но разница едва ли составляла пару дней. О фальшивомонетчиков и истории этого вопроса статья Бориса Лившица на страницах журнала «Загадки истории», которая называется «От золота до бумаги». Сегодня трудно сказать, кто был первым фальшивомонетчиком в истории, хотя по утверждению древнегреческого историка Диогена Лауретского, эти лавры по праву могли принадлежать его легендарному тезке Диогену Синопскому. Именно он, популярный философ самоограничения, живший, согласно легенде, в бочке, был причастен к изготовлению легких монет. Ремесло это Диоген освоил по настоянию своего отца, успешного ростовщика именялы черноморского портового города Синоп. Под стать Диогену Синопскому легкими деньгами промышляли жители богатого малоазиатского царства Лидии. По мнению некоторых ученых-нумизматов, самые первые золотые монеты начали чеканить при знаменитом лидийском правителе Крёзе. Важно отметить, что первоначально лидийские монеты чеканили из сплава золота и серебра. Содержание золота в них составляло 40% и серебра 60%. Затем с подачи чьей-то нечистой руки в денежных знаках было уменьшено снижение содержания золота, а их номинальная стоимость осталась прежней. Так сознательно уменьшая содержание драгоценного металлурмонеток, города, выплачившие дань правителю, получали существенную прибыль. А что же легендарный правитель Лидии? На этот вызов амантюристов царь Крёз не только приказал чеканить раздельно золотые серебряные монеты, но и официально закрепил за собой исключительное право на чеканку монет. Впоследствии Лидия была завоевана персами, которые и досталось несметное богатство Крёза. И на долгие годы было прервано право царской чеканки легендарных денежных знаков. Еще дальше в ремесле пионеров поддельных денег, действовавших в разные периоды до нашей эры, пошли правители некоторых государств и разные века эры новой. Например, французский монарх Филипп IV вошел в историю с почетным титулом король фальшивомонетчик. Нужно отметить, что фальшивомонетчики особенно активизировались в тот самый период, когда на финансовых рынках европейских стран стали появляться бумажные денежные знаки. В правильности ради скажем, что первые государственные банкноты из клопковой бумаги были выпущены в Китае в 1023 году в эпоху правления династии Сун. Европа же отстала с введением в обращение бумажных денег от Китая более чем на 6 веков. Пионерами этого новшества оказались шведы, чей стокгольмский банк начал выпускать бумажные копюры в 1661 году. Следом в 1694 году купюры номиналом от 5 до 100 фунтов появились в английском финансовом рынке. Только в ноябре 1769 года по распоряжению императрицы Екатерины II была отпечатана первая партия российских ассигнаций. И уже в начале 1770 года появились и первые 90 фальшивых копюр, достоинством 75 рублей, которые были виртуозно переделаны из 25-рублевых ассигнаций. Авторы этих подделок канцелярист Николаев и сержант Шулепин искусно заменили цифру 2 на цифру 7. А прописное 20 на слово 70. Подделки эти были выполнены на высочайшем уровне, так что фальшивые 75-рублевые ассигнации практически не отличаются от оригинальных. По предложению генерал-прокурора Вяземского, под управлением которого находилась и финансовая ведомство России, летом 1771 года Екатерина II вздала указ не только о прекращении выпуска ассигнаций достоинством 75 рублей, но и об изъятии них изобращения. В один из мартовских дней 1810 года талантливейший французский гравюр Лаль, конечно же не по своей воле, оказался в одной из тайных парижских типографий императора Наполеона, которая располагалась в неприметном особняке на улице Вожерар в несколько минут ходьбы от Монфарнаса. Незнакомые Лалью люди, выполнявшие тайные поручения великого императора, учили испуганному грабюру несколько образцов русских ассигнаций, по которым Лалью предстояло изготовить медные штампы для печати фальшивых российских денег. Вместе с другими немногочисленными обитателями этих подпольных типографий, Лалью предстояло срочно подготовить тот самый первый и беззвучный выстрел по экономике чужой дневной страны. Отметим, что при императоре Александре I, начиная с 1804 года, на целое десятилетие растянулось суровое время непрерывных войн с Персией. 1804-1812, с Турцией, 1806-1812, с Швецией, 1808-1809 и Францией. Все эти военные кампании в первую очередь били по нестабильной российской экономике. А главным средством возмещения гигантских военных расходов стало безостановочная работа печатного станка по выпуску все новых и новых партий российских ассигнаций. Размеры их выпусков ассигнаций были огромны. Отмечала в одной из своих работ историк Людмила Александровна Катыхова. Катыхова с 1807 года более 63 миллионов рублей. В 1808 более 95 миллионов рублей. В 1809 55,9 миллиона рублей. Всего за 1805-810 было выпущено ассигнации на 318,7 миллиона рублей. То есть гораздо больше, чем за все годы существования в России бумажных денег. Таким образом, общая сумма ассигнаций в 1810 году составила более 579 миллионов рублей. По сведениям участников этой военной кампании, известного российского генерала и писателя Ивана Петровича Липранди, в начале 1812 года через варшавского банкира Френкеля в российский финансовый рынок было выброшено 25 миллионов фальшивых ассигнаций. А в числе двигавшихся к Москве по знаменитой Смоленской дороге обозов Наполеоновской армии находилось и 34-34 фургона фальшивых российских денег, которыми французские интенданты расплачивались за фураж для лошадей. Дело дошло до того, что жалования своим офицерам и солдатам в Москве Наполеонов выплачивали регулярно и все теми же фальшивыми русскими ассигнациями. По сведениям свидетелей тех бурных событий в 1814 году, когда российская армия победительница возвращалась домой из Франции, армейские интенданты произвели тщательную ревизию всех полковых касс. Результат оказался ужасающим. Из полутора миллиона рублей, которые имелись в артельных кассах армии, более 300 тысяч оказались поддельными. Таким образом, первый выстрел французского императора Наполеона по России, имевший экономический характер и скрытую разрушительную силу еще долгие годы после войны, крайне негативно влиял на российскую экономику. Несколько лет спустя, после окончания Великой Отечественной войны, один из эсэсовских главарей Вильгельм Хеттель в своих мемуарах рассказал о том, что в период Первой мировой войны по всей России ходили государственные кредитные билеты крупного достоинства в 500 рублей, отпечатанные на специальной бумаге с водяными знаками, тем же способом, который применялся исключительно экспедиции заготовления государственных бумаг. Способ этот до сих пор считался безусловным гарантом защиты государственных денежных знаков от подделок. Спустя некоторое время фальшивые кредитные билеты номиналом до 100 рублей, они включительно начали хождение в городах Поволжья и Северного Кавказа, затем в Курске, Варшаве и других российских городах. Ссылаясь на протокол допроса военного и военнопленного австрийской армии Йозефа Быстрая Вильгельм Хеттель, назвал адрес одной из типографий, которая размещалась в здании Венского военно-географического института, где и печатались поддельные русские кредитные билеты номиналом 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. Отметим, что этот опыт немецких фальсификаторов пригодился и в годы спустя. Согласно протоколу, обнаруженному среди материалов Нюрнерского процесса 28 мая 1941 года, на совещании у министра хозяйственного президента Рейхсбанка Функа было принято решение о производстве поддельных советских денежных копил. Вместе с тем в Нюрнерских архивах нашлись документы, свидетельствующие о том, что фальшивые советские деньги печатались за несколько дней до начала войны. За несколько дней до начала войны. И ввозились в СССР под видом дипломатической почты. На эти самые фальшивки немецкие дипломаты приобретали в предвоенных скупках драгоценности, антиквариат и произведения искусства. Вот такие вот тайные истории открываются нам сегодня. Не забудьте подписаться, оставить ваш комментарий по поводу фальшивых денег в мире, ну и нашей стране в частности. И до встречи!